Лучшие в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. 14 часов 4 минуты московское время. Здесь телерадиоканал Страна.ФМ. Лиза Калинина, Рома Шахов и не только... И не только Рома Шахов у нас здесь. И группа Бандерас в моём лице, в единоличном. Наконец-то! Все лавры мне. Наконец-то. Рома Пан пришёл. Привет. Спасибо московским пробкам. Ребята опаздывают. Приедут. Скоро будут. Всё, 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 всё внимание. Да, шикарно между двумя Рома. И пока Лиза загадывает желание про себя, скажи вообще, ты самый пунктуальный в команде? Да. Я вообще ненавижу опаздывать. Ненавижу людей, которые опаздывают. Нет, людей я люблю, но ненавижу, когда опаздывают. Тихо, тихо ненавидишь сейчас своих. У нас, кстати, до конца часа, друзья, будет возможность посмотреть новый видеоклип команды Бандерас. Так что оставайтесь в компании Страна.ФМ, чтобы не пропустить это музыкальное произведение, ну, если вы ещё не видели. Да. Рома, такой вопрос. Вот сейчас ты играл ваша композиция, был ваш клип, ты вообще как-то не обращал внимания, на себя не смотрел, тебя уже не реагируют. Каково вот так вот сидеть, а тут твоё лицо крутится на телеках. Не реагируешь, не отслеживаешь? Ну, просто я, когда просыпаюсь, у меня дома перед кроватью висит мой портрет. У меня будильник играет, играют все мои куплеты из группы Бандерас. Вот в машине я слушаю только аудиокнигу своей поэзии. Поэтому, ну, как-то уже в вашей студии... Скажи, что касается твоих куплетов. Когда создаётся музыкальное произведение, тебе ставят какие-то рамки? Вот, Ром, надо было о том написать, это сделать и так. Или ты абсолютно свободен? Что пришло вдохновение? Ну, поскольку это творческий симбиоз с нашим музыкальным продюсером и большим братом, автором всех наших известных песен, хитов и шлягеров, Александром Дуловым, поскольку это творческий симбиоз, то, естественно, мы советуемся. И, конечно же, он делится со мной своими мыслями. Потому что в рэпе же можно сказать больше слов, можно какую-то тему раскрыть, можно чем-то простебаться. Поэтому, естественно, иногда он мне говорит, что вот я бы хотел вот то-то, 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 чтобы ты вот сказал как-то так. Еще интересно, группе уже 13 лет. Вы по-прежнему... Я тут должен закашляться, схватиться за спину. Ну ладно, ты же меньше. Я вырос на их песнях. Молодые и бодрые, но тем не менее, как вот сейчас, какие отношения в команде? Ну, то есть вы уже прям такие семейные друзья. Семейные друзья, но помимо работы мы редко видимся. Ну, потому что мы очень часто видимся на работе. Устаете все-таки. Не то, что устаем, но просто... Ну, понятно, уже есть какие-то другие. Три-четыре дня подряд вы вместе. Потом заканчивается работа, бывает два дня отдыха. Ну, странно, да, было бы нам опять собираться вместе. Эй, пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Сходим в кафешку. Посидим. Рэп — это такое стихосложение, где много информации. Rhythmical American Poet. Да, вот. И, собственно, у тебя очень насыщенная вот эта, получается, поэзия, за что тебе громаднейшее спасибо и наш респект, как говорится. Пуалейкум респект, как говорится. Скажи, что ты читаешь, чтобы наполнять свои словарные запасы? Что ты смотришь, что ты слушаешь? Я читаю много разного. Как поэт тебе не много разного. Обожаю слушать аудиокниги. Читаю вообще... Ну, это мы можем долго сейчас разговаривать. Но сейчас читаю очень интересную книжку, которая называется «Астрофизика для чайников», которую написал Нил Деграсс Тайсон. Замечательный человек, который... И как вдохновляет на новые твои свершения? Вдохновляет, потому что я узнаю о новых вещах, об очень сложных. Мне доносят это простыми словами. И это вещи, которые трудно себе представить. Какие-то другие планеты, черные дыры и там все такое. Ну, это реально такая область тьмы для моего сознания сейчас. Тебе было бы интересно на какую-нибудь другую планету отправиться? Вот как? Сейчас полетим. Вы знаете, я как новоиспеченный молодой отец. Я прежде всего думаю о том, чтобы следить за своей дочкой, чтобы она росла счастливым ребенком, и чтобы я мог уделять ей много внимания. Для этого мне надо быть на планете Земля рядом с ней. Друзья, какие стихи, какие песни Рома поет дочери, мы об этом узнаем чуть позже. Оставайтесь в компании телерадиоканала «Страна.ФМ». Здесь телерадиоканал «Страна.ФМ», программа «Лучшие в стране». Рома Пан у нас сегодня в гостях. Участник легендарный. А именно группа «Бандера». Легендарный. О, подал, подал. Узнаем, узнаем. Ты знаешь, что Бандера. Ну да. Вот она. Бруда, как ты белый, please. Скажи, это ли ты поешь, выгуливая дочку на колясочке по брусчатке? Ну, иногда, да. Когда я подкачиваю, тоже пою всякие штуки. Ну, а так вообще какие-то колыбельные, может быть, классические поешь? Ну-ка. Любимая у нас колыбельная, это песня «Баста Калифорния». Да. Чищенные ботинки мои, по городу иду, бандит. Вот это. Манера, манера, главная манера. Потом очень нравятся дочки песня группы Арии «Засыпай». «Засыпай». На руках у меня, да, вот это. Вот. Что еще, что еще, что еще? А, вот самое интересное, она когда была совсем маленькой, мы, естественно, как новомодная тенденция, сейчас есть ставить детям классику, там, Моцарта, да. Ну, что-то развивается вроде как, да. Да, вот вы знаете, у нее абсолютно ноль эмоций. Но когда ей ставишь олдскульный рэп, айскюба какого-то, вот, ноти байнейча, вот старые какие-то, хаос оф пейн, у нее прям вот сразу загораются глаза. Рома, это генетика. Это папа. Не знаю, может быть, какая-то ритмика, энергия, энергетика, вот, ну, что-то вот считывается все-таки. Как зовут дочку? Саша, Александр. Все, мы ждем, что когда-нибудь Александра взойдет на музыкальный олимп. Станет солисткой группы Бандерас, будет петь джазовым вокалом, как это делают девчонки. Может быть, да, может быть. А почему нет? Кстати, о Бандерас. Как сейчас дела у Бандерас? Рассказывай, что выступления, да, там вообще что в текущий момент? Ну, у нас сейчас, значит, происходит переосмысление. Вот, мы пытаемся экспериментировать. Все это происходит в студии. Экспериментировать со стилем, что-то новое, поиск какой-то. Да, со стилем, со звуком, с рифмами, в принципе, нам экспериментировать не надо. У нас всегда один и тот же ироничный стиль. Сейчас будет много гастролей, в Турции будем все майские праздники. Это правильный выбор, так. Да, и в разных отелях, в разных клубах. Будем записывать летний сингл. Сейчас есть два проекта. Вот мы пытаемся определить, по какому пути пойти. Ну, вот как я рассказывал вне эфира, что, в принципе, песня «Дорога к тебе», она так легко слушается и такая легкая, потому что она родилась, в принципе, за одну ночью Александра Дулова. Перед этим мы собирались на студии и спорили по поводу того, что же мы будем делать дальше. Точки зрения разошлись. На следующий день Саша пришел, взял гитару и сказал, так, мы выпускаем новую песню, которую я написал вот этой ночью. И сыграл нам на гитаре «Дорога к тебе». Ну, все подхватили, всем понравилось. Да, всем сразу понравилось, потому что это был совершенно другой вариант, нежели тот, насчет которого Я хочу тоже сказать очень важную информацию. Не только в Турции будет выступать группа «Бандерас», но и у нас, между прочим. 17 мая, тебе, Роман, для не знать, что приходит к нам группа в концертный зал. Так что наших зрителей и слушателей уже можно подготовить потихонечку, что у нас будет живой концерт. Друзья, в 5 вечера, 17 мая, добро пожаловать на телерадиоканал «Страна.ФМ». Смотрите, слушайте, живой концерт команды «Бандерас». Ее. Ее, будет круто. Мол фанеры. А еще, кстати, 26 мая в клубе «16 тонн» состоится сольный концерт нашей Натальи Ибадин, нашей звездочки. Она, значит, окончила, она 5 лет училась в джазовой академии в Амстердаме. Круто. В общем, ее вокальные данные знает вся страна по нашим песням. Мы любим ее, конечно. Плюс она очень крутая джазовая вокалистка. И вот с ее мастерством вы сможете ознакомиться на приятном вечере джаза. Что за материал будет там? Расскажи, чьи песни? Живые музыканты, импровизация. Ну, что-то из «Бандераса» споет? Возможно, в джазовой обработке. Думаю, что да. Ну что же, друзья, у нас в гостях группа «Бандераса». Сейчас сегодня вы можете, кстати, задавать свои вопросы. Пишите 909-928-189-9. У нас сейчас небольшая пауза рекламная. И мы в скором времени к вам вернемся. Оставайтесь с нами. Лучшие в стране. В гостях сегодня в лучшем стране группа «Бандераса» в лице Романа Панна. И до сих пор все лавры на мне. До сих пор, да. Ждем, ждем мы коллегу. Скоро будет. Говорим о группе. И вы задавайте свои вопросы группе ВКонтакте «Страна.фм». Рома, как у тебя началось с рэпом? Расскажи. О, с рэпом у меня началось забавно. Я был изначально приверженцем рок-культуры, скажем так. Так. И очень мне нравилась тяжелая музыка и все соответствующие атрибуты. Но однажды мне очень понравилась одна девочка. Да? Которая ходила на баскетбольную площадку к ребятам, которые там тусовались. И там была компания. И я однажды пришел за ней. А ребята на баскетбольной площадке. Кто? Естественно, рэп. Ну понятно. Естественно, я получил что? Ну понятно. Конфет, да, конечно, да. Вот тех самых конфет, от которых потом долго все болит. Но рэп полюбил. Да, но рэп мне пришлось полюбить потом, потому что я стал потихоньку, как бы, я пришел же потом. Не потому, что мне понравилось, как я однажды написал, а за интересом к людям и правилам, по которым там игра велась. Вот. И мы стали играть в баскетбол, а парни читали текста мальчишника наизусть. И они потихоньку стали мне тоже запоминаться, потому что там было обо всем, о том, что мне было интересно. И ну как-то так я приобщился, потихонечку потом снял свой балахон, где написано было «Сепультура». Вот, и одел балахон «Ноти байнейча» с бейсбольной битой. Переобулся, как говорят. Переобулся тоже. Что касается семьи, скажи, вот родители, чем они вот занимаются, как это вообще? С какой-то семьи? Технической, культурной, творческой, научной? Творческой, культурной, интеллигентной. Расскажи. У меня у мамы художественная галерея, называется «Ардена», она находится в центре славянской письменности и культуры в Черниговском переулке. Кстати, пользуйся случаем, сейчас проходит выставка Павла Вроженко, такого заслуженного художника. Он, к сожалению, умер в 2014 году. Огромные полотна во всю стену, история, 917 год, очень тяжелые судьбы и реально очень сильные и мощные по эмоциональному накалу картины, если кому-то интересно, приходите. Спасибо. А папа у меня сейчас занимается фермерством. Ох ты, какой молодец. Что они говорят о твоих текстах, о твоих стихах, о твоих песнях? Ну, в общем-то, когда все это начиналось, это все было довольно-таки тревожно по внешним признакам. И, естественно, они, как нормальные родители, да, переживали и не очень-то соглашались, пытались найти пути переубеждения, как бы, как свернуть вместе со мной с того пути, который я выбрал. Но в итоге все счастливы. Но успех трубы Бандерас все-таки подтвердил правильность пути, видимо, для родителей в том числе. Ой, ну, Карал, класс, здорово. Стихи. Можешь ли ты что-то почитать? Потому что мы знаем, мы смотрим твой Инстаграм, мы постоянно там что-то лайкаем и какие-то выкладываешь всегда красивые видео. Может быть, я прочитаю вот стихи, которые мы недавно с Сашей Дулом сидели, с нашим продюсером сидели на студии. И я ему читал какие-то последние вещи, которые я написал, и ему вот это четверостише очень понравилось. И, возможно, из него в скором времени будет песня. Оно такое немножко серьезное и лирическое, но... Когда гирлянды гаснут фонари из здания, приходят откровения из глубины сознания. Ночная трасса вьется, как змея, а совесть просит у себя сама чиста ли я. Сколько любви на миллиграмм души, одолжи мне филигранные лжи. Новый герой, штурмующий вершины, дерзким планом на жизнь вселенную не смеши. Ой, молодец, молодец, здорово. Спасибо. Мы надеемся... Все сейчас задумались, видимо, над своей судьбинушкой. Слушай, мы надеемся, что это станет новым хитом команды Бандерас. По крайней мере, ну, мне кажется, есть потенциал громаднейший. Есть, есть, наверное, шансы. Спасибо. Очень приятно. Дорогие друзья, задавайте свои вопросы тоже. Напоминаю, группа ВКонтакте «Страна.айфм», «Ватсапфайбер» 909-928-1-89-9. У нас сегодня одувается за всех Рома один. Ждем, ждем, ждем подмогу. Как у девчонок дела, расскажи. Отличные у них дела, у них лучше всех дела. Мы их бережем, носим на руках. Не пришли, поют, берегут голос. Да. Все? Реинкарнация. Ватя, ну все хорошо. Все вообще супер. Скоро можно их увидеть, услышать. Естественно. Все в порядке. Я думаю, первым делом мы уже на майские праздники 1-го числа увидимся в Турции. Уже улетаете. Увидим ли мы отражение того, что там происходит у тебя в Инстаграме? Потому что, если не ты, то кто? Прежде всего, собака Бандерас Мюзик. Инстаграм нашей группы. В котором прямые эфиры, истории и все остальное. Все самые последние новости прямо с фронтов отдыха. С фронтов all inclusive. Хорошо. Друзья, мы сейчас сделаем небольшую паузу, после которой непременно вернемся. Рома Пан, участник команды Бандерас сегодня на телерадиоканале Страна.ФМ. Дорогие друзья, Рома Пан, участник легендарной команды Бандерас, по-прежнему в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ. Мы совсем скоро посмотрим новый клип коллектива. Да, и новую композицию называется у нас 72 тысячи. Серьезно? Да, мы хотели бы узнать поподробнее, что это означает, в чем шифр, название. У нас это огромное прислелись. У нас было много разных прикольных вариантов. Например, 72 тысячи способов, 72 тысячи упущенных способов разбогатеть на биткоине. Или 72 тысячи способов достигнуть духовного просветления путем отказа от материальных ценностей в пользу группы Бандерас. Так, понятно. Но все намного глубже, наверное же, да? Ну, у нас вот есть классный текст в песне Кундалини. На самом деле мы, как и многие, за любое движение и к йоге тоже с уважением, но не очень доверяем замороченным на Астрале и таком прочем. Мы знаем, есть нехоженные тропы, но в основном это просто трепы. Мы говорим им, идите в Европу. У нас тоже был мистический опыт. А на самом деле 72 тысячи, да, это в энергетических линиях, которые проходят сквозь нас, про так называемые праны. Но это скорее просто образ, на который наслаивается чувство. Вот то, что я нашла, прочитала, работа немножко отличается от всего, да? Это какой-то тоже новый эксперимент, стиль. Я бы не сказал, мне кажется, по энергетике эта песня близка к моей печали, к «Не под этим солнцем». То есть у нас есть такая лирическая наша линия, фишка, да, изюминка. Ну, что касается клипа, он сделан чуть душевнее, наверное, да, чем вот такие вот песни. Клип просто... Это Алексей Дубровин, режиссер, и его идея вот с этими кругами. Круги, да. И, да, конечно, очень тепло получилось и здорово передать эту атмосферу, вот именно песни. И там воск, актеры хорошие еще. И актеры очень, они вот настолько вписались, Аня Глаубе и Александр Ведменский, спасибо им огромное. Настолько профессиональные, органичные ребята смотрелись в кадре, что между ними даже пробежала искра на съемочной площадке. Да, и что, это сейчас пара? По-моему, нет. Но вот это вы видели. Да, ну, честно говоря, даже на экранах, на этих кадрах. Химия, химия, вот. Да, я первый раз, когда я смотрел клип, поскольку я был, присутствовал на съемках, да, и видел весь съемочный процесс, я смотрел очень внимательно с точки зрения попытаться вот уловить что-то, что мне порежет глаз. И порезало глаз мне только свое лицо в одном из кадров. Ну, это самое критичное, что ли? Потому что было 4 утра, я помню, меня спал на какой-то лавке, меня разбудили Рома в кадре. Где снимали-то, кстати? Снимали в Турции, в Сиде, чудесные места. Снимали в Турции. Обожаем вообще. Ну, я смотрю уже там уже. Там, на самом деле, супер просто природа, и у нас там есть друзья, отличная съемочная команда, Gate Production, они нам помогают всегда. Скажи, пожалуйста, будет ли в Крыму сниматься следующий клип команды Бандерас, как ты считаешь? Черт, черт не шутит. Почему бы нет? Лиза из Крыма, и как бы... Родом. Да, я вот думаю, что ей было бы приятно. Тебе со мной хочется отправиться. Лиза подскажет хорошие, красивые виды. Совсем скоро мы увидим, услышим 72 тысячи композицию. Какое-то напутствие надо дать, подготовить аудиторию нашим зрителям, слушателям, что-то должны они понять, подсказать. Вы знаете, мне кажется, объяснять такие песни, как 72 тысячи, это как объяснять анекдот. Мы не будем этого делать. То есть либо не поймут, либо проникнется. Каждый просто что-то свое, может быть, найдет. Мы сейчас посмотрим, дорогие друзья. Я надеюсь, что вы сейчас тоже поближе подвинетесь к телевизорам, мониторам. Сделайте звук погромче, что важно. Смотрим, слушаем. 72 тысячи Бандерас на телерадиоканале Страна.ФМ. Поехали. 72 тысячи энергетических линий проходят через мое тело. Но мое сердце стынет, когда ты так смотришь, так просто и смело. Я знаю, ты сможешь то, что не сумела. Судьба сделает меня другим, сделает меня другим. Я знаю, это судьба, а значит, мы бережем, значит, мне отдадим. И пусть это только мы для нас двоих. Всего одна дорога, путь каждому свой. Мы сможем много, ты только будь со мной. Будь со мной. Всего одна дорога, путь непростой. Мы сможем много, ты только будь со мной. Будь со мной. 72 тысячи энергетических линий проходят через мое тело. И жарко, как в пустыне. Порой мне так сложно не дойти до предела. Я знаю, ты сможешь то, что не сумела. Судьба сделать меня другим, сделать меня другим. Я знаю, это судьба, а значит, мы бережем, значит, мне отдадим. И пусть это только миг для нас двоих. Всего одна дорога, путь каждому свой. Мы сможем много, ты только будь со мной. Будь со мной. Лишь одна дорога, путь непростой. Мы сможем много, ты только будь со мной. Будь со мной. 72 тысячи линий в сплошном потоке. Сквозь нас проводят топ вселенной, говорят йоги. А мы все ждем погоды, как на якорях в доке. Что вдруг сорваться за мечтой, будто горят ноги. Но наши с тобой саги не повторят копии. Напишем друг от других, будем сверять строки. Обернувшись, улыбнемся тем, кто нам отмерял сроки. Это наши мечты, они покорят многих. Пусть это только миг для нас двоих. Всего одна дорога, путь каждому свой. Мы сможем много, ты только будь со мной. Будь со мной. Лишь одна дорога, путь непростой. Мы сможем много, ты только будь со мной. Будь со мной. Так держит крепко. Мы с ней играем по кругу, и тысячи лет, как проникаем друг к другу. В каждую клетку промокаем дождь. Каплями редкими не замечаем. Не замечаем. Друзья, вы, наверное, заметили не только, насколько красивый этот клип, который мы посмотрели. Бандерас, 72 тысячи. Но и то, что нас в студии стало больше. Мы его ждали не 72 тысячи секунд, но он наконец-то приехал. Припочковался. Владимир Сол появился здесь, на телерадиоканале Страна ФМ. Мы тебя приветствуем. Я так ждала тебя, Вова. Всем привет. Ну вот, придется разделить лучи славы. Вова, мы так тебя ждали. А вот я здесь, я торопился. Я так ждала тебя, Вова. Я торопился, я шел, я бежал, я прям вот стремился, и все здесь. Как у вас тут настроение? О чем говорили? Да хорошо, вот Рома тут нам рассказал о жизни своей. Говорили о работе вашей. Читал стихи, у нас замечательный творческий вечер. Это не работа. Многие уже уснули. Да, ну расскажи ты нам, как сейчас, заценил еще раз композицию, клип новый, 72 тысячи? Как свою работу там оцениваешь? Да, я буду скромен и не буду оценивать себя, но в целом могу сказать, что у нас все в группе как-то, вообще все, кто причастен к клипу, очень душевно, очень сердечно и прям в кайф заценили этот клип, потому что, ну правда, как-то он вот тут очень близкий, очень слой, очень теплый. Как я уже рассказывал, мы часто спорим о музыкальном материале. Да. В этой песне как раз-таки opposite way вообще никаких споров не было, да. Вот он просто вышел, сделался, причем не было никаких, никакой суеты вокруг него, он снимался параллельно с другим клипом, и он вышел как вышел, его так прям вот гармонично доделали и все как-то. Мне вот интересно, как работает группа Бандерас? У вас каждый ответственный за какую-то часть, либо вы штурмуете вместе, сидите, обсуждаете, как вот этот процесс песни? Второй вариант, штурмуем вместе. Постоянно и музыку, и слова, и все. Безотказно работает группа Бандерас. Как вот это происходит? Ну, невозможно, значит, делегировать какие-то полномочия, да, и разделить обязанности, потому что у нас, например, вот наш Саша Дулов, он музыкальный продюсер, он пишет песни, слова, музыку. Автор песни, да. Значит, на съемочной площадке обычно он водит оператора за локоток. То есть он все объясняет, процесс помогает. А это успевая подбегать к режиссеру, рассказывая ему какие-то, да, свои образы, вот. Дальше, значит, начинается цветокоррекция, монтаж, в которой Саша Дулов принимает главное участие. То есть если съемки, там, как бы он просто подсказывает, то монтаж как раз-таки и цветокоррекция — это Саня. Вот, поэтому, естественно, мы стараемся помочь ему в чем, кто и как может. Он просто максимально творческий человек, у него рождается в голове какой-то конкретный образ, и этот образ реально очень сочный. Завершенный и законченный, и поэтому он как-то доводит все до конца, а мы ему помогаем. Вот, например, у Ова класса получается вот так резко взрываться словами. Так мы научили делать еще давно в Санкт-Петербурге. Это, кстати, очень сильно бодрит в определенном уровне. Попробуй силы, это неплохо. Хорошо, Рома, с первого я очень. Ребят, слушайте, нам, конечно, сложно вот так вот. Надо нам учиться. Да, безусловно. Что Санкт-Петербург для тебя? Расскажи вообще. Питер, Москва. Да, в сердце я там провел с 16, с 17 лет до 27, 10 лет, но вы сами понимаете, что это за возраст. Очень многое мне дал, я жил там на студии 6 лет, прям там жил, прям вот там вот все делал, в плане постигал какие-то музыкальные все эти темы, вот. Но я бы не сравнивал Питер и Москву, потому что это два города, которые, во-первых, находятся достаточно близко и очень хорошо друг друга дополняют на контрасте. Но все-таки разные. И творчество разное. Конечно, разные. И не надо их сравнивать, надо их любить и жить, и там, если получается. Если в Питер поехать, например, на выходные, что посмотреть? Вот ты бы сказал. Как местный, как местный, из культурной столицы. Советую ехать на Сапсане и сразу, как вы выйдете с московского вокзала, перейти на Невский и пройтись вечером по Невскому в сторону Адмиралтейства. Как раз будет закат и теплый-теплый ветер будет дуть вам в лицо. Вот, это зависит от погоды, да, все-таки? А то можно приехать на Питер и посмотреть кино в номере, тоже классно. Бывает, так вообще проходят путешествия, ты знаешь, у людей. Сейчас весна, поэтому там тоже тепло. И хорошо. Весной, кстати, какую-то активность. Велосипеды, ролики, скейты, что-то используйте. Все сразу. Коленки. Все сразу. Женские. Женские, это важно. Активные женские коленки. Это для вдохновения, это необходимо. А сейчас Робина жена прибавила громкость страны. Да, вдохновилась. Ну так у Вова разные коленки, у меня коленки моей жены. Молодец. Это правильный ответ. Пишут уже ваши фанаты, много вопросов, но в целом признаются в любви и говорят, какие вы крутые. Спрашивают, какие вообще ближайшие планы, чего ждать. Ну мы отчасти ответили, но, наверное, что-то можно сказать аудитории? Значит, у нас будет в майске еще раз просто подытожить. Давай. Значит, с 1 по 6 число мы в Турции, у нас там много концертов. Тур-тур-тур. Если захотите и будете в Турции, и мы совпадем, обязательно увидимся. Дальше. Страна ФМ. 17 мая. 17 мая. Здесь будет крутой лайф. Все наши хиты и новые песни. 17.00. И, возможно, даже те, которые никогда не звучали. Они разятся на стране. И 26 мая. 16 тонн. Концерт Натальи Ибадин. Нашей. Первый. Сольный. Сольный. Концерт. Очень круто она поет. Я приезжаю. Первый. Сольный. Концерт. Вокит лакан. Вокит лакан. Ток. Вокит лакан. Вокит лакан. Вокит лакан. Вокит лакан. Значит, мы знаем еще, что у Ромы есть увлечение единоборствами. Да, кстати. Перебеди напорство. Может быть, ты нас пригласишь на какой-то бой, где ты будешь или тренировка. Что у тебя здесь расстроить? У меня разрыв акромиально-ключичных сочленений. А чем ты занимался конкретно? У меня ушиб мозга тяжелой степени был. Можно я буду у себя там в зале просто вот... А подожди-ка, чем ты занимался конкретно? Какими единоборствами? Занимался я начал с самбо, занимался дзудо. Так. Значит, занимался боксом. Занимаюсь сейчас вплотную боксом и джиу-джитсу. Мне очень нравится грэпплинг, джиу-джитсу. Чем займется дочка? Вопрос. Джиу-джитсу. Папа. Джиу-джитсу. Вот. Бразильская джиу-джитсу. То есть ребенка лучше всего травмоопаснее, травмо безопаснее. Это вот джиу-джитсу. Да. Во-первых, акробатика. Во-первых, акробатика. Тебя учат обращаться с твоим телом, просто владеть им на 360 градусов. Во-вторых, огромное разнообразие приемов. Не зря говорят шахматы между мужчинами. Это говорят ground chess. Ну, типа земляные шахматы. Потому что реально есть огромное количество приемов, контр-приемов, контр-атак, там, всяких свипов. Это на самом деле очень интересный и богатый на технику вид спорта. Насколько я понимаю, отчасти то, что делает Джейсон Стэдхэм в фильмах. Нет? Нет. Нет, кстати, Джейсон Стэдхэм, нет, по-моему, он прием, может быть, он в каком-то фильме делает висячку, болевой на руку со стойки. Но я знаю, что Гай Ричи имеет пурпурный пояс по джиу-джитсу. Глаз. И, кстати, там немного поясов джиу-джитсу всего-то, синий, пурпурный, коричневый и черный. И между ними очень большая разница, большое расстояние, много-много тренировок и соревнований. С Ромой все понятно. Про Волу у нас написано, что он хорошо разбирается в командах видных спорта. Да? Люблю командные виды спорта, смотрю в футбол, хоккей, играю в хоккей, люблю сноуборд, могу рассказать, про что вы хотите. Чем ты занимаешься, да, давай. Я вообще, да много чем, если честно. Если сейчас на данный момент вообще активно танцами, потому что танцы это очень круто. Вот какими, давай, играй. Вообще, мне так получилось, что в группе Бандерас надо взять на тебя эту роль, на самом деле. Танцора или хориотерка? Ну, изначально, там были два танцора. Был Гарик, был Руслан, и они очень круто это все делали. Потом появился один борец. Да, поскольку... Ромин, танцы, борцовские танцы, как бы... Можно, кстати, набрать в Ютьюбе борцовские танцы, очень много прикольных видосов там. Дреды Гарика пришли, Роме, вот, в общем, а танцевальный пояс мне, и мне приходится вывозить это, поэтому я занимаюсь. Вот я сейчас только что с тренировки, собственно. Это очень круто. Это тоже умение и... Владеть телом на 360 градусах. Да, и другое, немножко по-другому, но тоже очень-очень-очень круто, особенно, когда нравится, и когда это совмещается с тем, что ты можешь делать на сцене. Ну, а что-то ты крутишь финты, ты брейк-данс танцуешь или что? Это в будущем. Ага, пока так полает, да, все? Пока так, да. Это современный танц называется, да, ну, сколько я понимаю? Главное, найти хорошего преподавателя. Нашел? Да. Его или ее? Его. Его. Пользуюсь случаем, так сказать. Александр Зел, Алексей. Давай точно, не Андрей? Нет, а может Зей? Зел, 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 Зел. Это прямая фирма, ничего не стерли. Ребята, ну и, собственно, очень скоро уже майские праздники, от вас рецепты шашлыка. Ну, может быть, есть какой-то фирменный ваш или, например, команда... Вы знаете, мы частенько собирались за городом и делали уху. Ага. Давай уху. Так что? Значит, берется большая кастрюля, наливается туда вода, кидается, туда лук, картошка и морковка. Так, запомнили. Значит, дальше все это варится. После этого стерлядка. Можно, кстати, разные виды рыбы использовать, но... Как вы поймали? Блин, просто у нас кашеварил же Вовка, наш директор. Форель он, наверное, туда кидал. По-моему, форель и стерлятся. Форель нормально. Потом делается такой специальный соус из помидоров и чеснока, называется он саламур. Вы знаете, да, что это такое? Вот это потом добавляется. Получается, на самом деле, на костре какая-то магия просто нереальная. Это уха от Бандераса, ты понимаешь? За ушами пищит так, что ничего не слышно. Буквально. И, наверное, Володю что-то добавит здесь. Шашлык. Вообще бытует мнение, что там все очень просто. Типа вы берете хорошее мясо свежее и немножко соли, перца, лимона в достаточной степени и ничего больше. И не больше, чем на, по-моему, полтора часа. Вот в чем прикол. То есть 40 минут, полтора часа. Вообще есть еще один рецепт, который мне нравится. Надо взять куриные бедрышки, можете с костью, можете без, и замочить это все в кефире. Да, очень вкусно. Хорошим жирненьким кефире с перцем можно добавить совсем немножко лимона или уксуса. Ну и там приправы это... И это подержать лучше два часа, и получается просто нереально вкусно. Надо дать Малышеву, что, друзья, берите не самое жирное мясо, потому что когда жир капает на угли и потом поднимается обратно, там очень страшные канцерогенные всякие соединения нехорошие. Парни, спасибо вам огромное. Спасибо вам. Было очень хорошо. Ну, отдельно Роману мы хотим сказать спасибо. Если бы отдувался, мы рады тебя видеть, но, Ром, респект, спасибо. Отдувался, но не лопнул, красавчик. Мне кажется, загорел просто под вашими соседями. Между прочим, друзья, я хотел бы добавить тем фанатам, которые вот обожают творчество Романа, если вы любите эти стихи, знайте, что Рома вырос на творчестве Евгения Евтушенко. Читайте хорошую литературу. Да, друзья, группа Бандера с гостях у нас была. Спасибо за клип. Смотрим, накручиваем на YouTube, если он работает, просмотры 72 тысяч. Если работает. Всего доброго. Спасибо вам большое. Роман Шахов, Лиза Калинина и участник команды Бандеров. Пока. Доброго дня, друзья. Спасибо. Спасибо.